Покупка недвижимости в Аризоне всегда горячий топик. Сегодня мы проводим семинар для тех, кто все-таки хочет купить недвижимость и рассматриваем с вами нюансы, как сделать это выгодно, сэкономить и принять правильное решение. Приглашаю! Я очень рада, во-первых, что вы сегодня пришли, потому что в воскресенье есть куда потратить время. И я и девочки, мы благодарны вам за то, что вы сегодня с нами. Потому что у нас есть желание поделиться, но у вас, я так понимаю, есть потребность послушать. И я думаю, что сегодня мы будем друг другу полезны в этом качестве. Рынок недвижимости везде абсолютно, независимо от страны, от языка, постоянно меняется. И я всегда говорю, что нет ничего более постоянного, чем постоянно меняющийся рынок недвижимости. И многие люди сейчас находятся в ожидании краха, мы все это понимаем. В этой ситуации очень сложно принимать, какие были решения, потому что ты думаешь, вообще я туда иду или не туда. Я всегда делаю ставку на информацию и на образованность. И я всегда стремлюсь к тому, чтобы вы принимали решения не на основании того, что все побежали и я побежал, а на основании того, что вы проанализировали, понимаете, где вы находитесь и понимаете, что с маркетом происходит. И если вы делаете взвешенное решение, основанное на фактах, то оно, я вам гарантирую, что оно будет правильное. Возможно, это часть натуры, возможно, наше образование. И когда мы начали снимать самые первые видео здесь про Аризону, мы немножко так окунулись в исторические дома, и как вообще Аризона организовывалась как штат и недвижимость в том числе. Оказалось, и я этого не знала, что Аризонта в принципе была сельскохозяйственным штатом. И в 20-х годах, считаем, 100 лет назад, был основан самый первый такой серьезный девелопмент. Когда уже посмотрели, что вот в этом местечке живет 29 тысяч человек, решили, ну вот можно строить дома и побогаче для тех, кто уже там руководит этим городом. И организовали самый первый девелопмент в даунтауне Феникса. Вы сейчас можете проехать и видеть там исторические таблички, он входит в реестр исторических мест. В то время дома, которые строили самые дорогие, стоили 5 тысяч долларов. Но даже 100 лет назад, даже 100 лет назад, когда построили самые такие дорогие дома, решили, что строить чисто эксклюзивную недвижимость, это ограничивает масштабы стройки. Поэтому рядом с ними стали предлагать такие урезанные варианты за 4 тысячи, за 3,5 тысячи и таунхаузы за 2,5 тысячи. То есть эти все варианты до сих пор стоят. И это, в принципе, так, как город застраивается. Очень часто строится, значит, девелопмент из дорогих домов и рядышком окружение за более низкие цены. Поэтому, когда меня спрашивают, в каком районе лучше всего жить, мы начинаем с вашего образа жизни, что вы хотите, куда вы ходите и что вам вообще нужно, чего вы хотите достичь. Потому что практически в любом районе вы можете найти любой уровень цен. Есть, конечно, районы менее благополучные, есть более благополучные, есть перспективные, есть загибающиеся. Но в целом город у нас настолько удобно построен, и он молодой город. Вот если его сравнить там с Бостоном, с тем же Сан-Франциско, у нас-то городу 100 лет. Почему я говорю сейчас про историю и из чего это все пошло? Потому что сейчас у меня такое ощущение, что Аризона находится в моменте перестройки. Как вы знаете, у нас строятся три больших manufactured завода, которые будут производить полупородники. И программа города, программа штата на переориентирование сельского хозяйства на индустриализацию. Феникс становится более индустриальным. Вот я вам хочу показать сегодня места, где будут, где сейчас, в принципе, уже заводы строятся, и показать, как это коррелируется с той же недвижимостью, которую строят. Аризону на сегодняшний момент и вообще маркет недвижимости в Аризоне невозможно будет рассматривать без привязки к этим местам занятости людей. Потому что то, что мы проходили раньше, оно не обязательно напрямую будет так же работать сейчас. Поэтому, когда вы слышите людей, которые вам говорят, да подожди, я в 2008-м там уже все это видел, знаю, там все сейчас будет подру... Вот подожди еще немножко, и вот потом мы пойдем, и, значит, за копейки все это купим. Не обязательно. Я не говорю, что нельзя будет все равно сделать хорошие дела, и купить, и это все все равно будет существовать. Всегда существует. Я думаю, что корреляцию между промышленными комплексами, развитием города, куда оно идет в принципе, сейчас мало кто занимается. Сейчас больше все обеспокоены процентной ставкой, как это купить, affordability, да, то есть там какие зарплаты и все остальное. Поэтому я вам покажу слайды, сделаю презентацию, чтобы вы где-то визуально посмотрели, скажем так, big picture. И в каждом из этих маленьких секторов есть много информации, которую можно копать дальше. Но она не всегда и не всем нужна. Наши знания, они слишком объемные. Для того, чтобы вам помочь и вашу задачу решить, не обязательно нужно знать все. Поэтому в конце дня, да, когда вам нужно принимать решение, обращайтесь к людям, которые могут вам помочь это все просуммировать и вывести для вас то, что вам необходимо. Многие меня знают, и кто-то вот уже знаком со мной по YouTube. Я начала в 2002 году здесь работать и работала сначала на компанию, большую очень, которая в принципе основала здесь рынок недвижимости. А сейчас, с 2008 года, я работаю сама на себя. У меня такая маленькая компания, бутик. Мне это нравится. И просто, чтобы вы знали, агенты обновляют свои лицензии каждые два года. Каждые два года. Мы не знаем, конечно, экзамен, но мы должны, как, я не знаю, там, бухгалтера, кто-то у нас медперсонал, да, наверное, обновлять. Мы прослушиваем постоянно, должны быть в курсе. То есть ты не можешь рассчитывать на те знания, которые были получены 20 лет назад. Поэтому опыт это очень хорошо, но он иногда становится неактуален. Поэтому постоянное активное нахождение в рынке, постоянное активное нахождение, это очень важно. Это то, о чем я вам рассказывала. Исторически, откуда пошел город, если будет возможность, парочку очень таких коротких рилс мы выпустили на ютюбе. Просто посмотреть, это, знаете, когда ты живешь, и ты привыкаешь, что все красивенькое, новенькое, да, и все плюс-минус одинаковое. А потом ты начинаешь копаться в истории, это наполняет тебя. То есть ты становишься частью вот этого места, как ты немножко укореняешься. Мы очень многие же приехали с больших городов, правильно? Если это большие города в Европе, то здесь это деревня. Это нормальное ощущение, когда ты приезжаешь оттуда. Хочется больших домов и всего. Но со временем, со временем, просто дайте себе время. Эта карта взятая с экономического департамента. Вот здесь очень хорошо обозначены самые главные узлы, где находятся оптовая торговля, складские центры, центры обработки данных, это вот то сейчас очень, то, на что мы ориентируемся как штат. Это фактически центры занятости. То есть вы можете уже себе отметить, что очень много всего находится на юго-востоке, да, и северо-западе. Сейчас, если вы едете Пай Севентин, выезжаете из города, то вот здесь еще нет на карте, но уже есть в натуральную величину физически практически построенный завод по производству полупроводников тайванских. Его выкупила американская компания. Будет очень интересно посмотреть, потому что вот этот завод на севере, он становится таким центром притяжения и инфраструктуры, и домов, соответственно. Это чисто визуально, посмотрите, насколько центры занятости такой диагональной растяжкой. Город растет по диагонали, внизу на юге, это Чендлер, Гилберт и дальше туда Куэн-Крик. Здесь находится, вот если я сейчас вернусь, здесь находится очень большая концентрация компаний, связанных с оптовой торговлей, Transportation Warehousing, вот эти красненькие, здесь находятся большие центры Retail Wholesale Trades, то есть это, в принципе, понятно, почему здесь такие большие центры занятости. Здесь это уже устоявшиеся, а вот на этой карте вот эта зона, это новая зона, она сейчас только начинает расти, и вот именно здесь, кстати, сейчас и много билдеров строят новые дома. Это просто визуально сиреневые, это новые девелопменты, которые находятся либо в стадии получения разрешения на строительство, либо актив, красные зоны, это те, где уже разрешение получено, они активно застраиваются. То есть здесь вы тоже можете, в принципе, понять, куда город растет. Очень многие уже читали, слышали, на выезде из города в сторону Лос-Анджелеса будет застраиваться Smart City. Город, который будет полностью ориентирован, вот все будет через системы новые, включая Artificial Intelligence, то есть там и дома, и транспорт. Это такой город будущего, который давно уже собираются строить, кстати, он должен стать экспериментальным. Была такая программа, когда City предлагала выделять деньги для тех, кто хочет там жить и помогать им покупать там недвижимость, потому что, так как это экспериментальный вариант, там, соответственно, будут и свои какие-то отклонения. Вот, ну, я думаю, что, я не слышала о строительстве этой программы, но вот на этой карте уже показаны зоны, которые получили разрешение на строительство, поэтому, возможно, мы скоро услышим об этих программах, потому что для многих это будет интересно, особенно для молодых семей, которые любят вот эти все, да, гаджеты, то есть там будет абсолютно все. Но я думаю, что они не могут прийти из-за liability, большая ответственность. Когда мы говорим о недвижимости в целом, я хочу немножечко вас настроить на покупку первички или вторички, да, значит, есть новое жилье от застройщика, а есть вторичный рынок жилья, они отличаются друг от друга. И очень сильно отличается принцип. Новое жилье всегда стоит дороже. И когда вы видите цену, допустим, там, начальную, они пишут на билбордах, там, мы продаем дома, 350 тысяч. Так вот, 350 тысяч — это начальная цена, которая, как правило, добавляется цена за лот, за расположение, за какие-то апгрейды. Вот, особенно, чем больше дом, тем больше получается этот персендж. 350 тысячный дом может легкую стоить вам 400. Просто когда вы видите билборды эти, делайте adjustment. И еще один момент. На real estate агенты, работающие с покупателями, зарабатывают свои комиссионные непосредственно от продавца. То есть покупатель, работая с нами, не платит нам зарплату. Мы ее получаем от продавца или от агента продавца. В случае с новыми домами, зарплата наша заложена в смету. То есть существует фонд маркетинговый, который организуется уже при закладке этой сабдивижн. И когда человек приходит покупать новое жилье, если он приходит один, без риэлтора, у него, скажем так, есть возможность потом взять кого-то себе в помощники, но застройщик имеет право отказать в выплате комиссионных. Я всем всегда обращаю на это внимание, потому что очень часто люди говорят, ну мы же просто посмотреть, просто решили заехать посмотреть, может, нам не понравится. А потом возникает масса вопросов, потому что в покупке нового жилья, так же, как и в старом, есть много нюансов. И этими нюансами здесь можно, слушайте, целый еще семинар сделать, только насчет нюансов покупки нового жилья. Поэтому у меня к вам большая просьба, если вы где-то проезжаете, видите, билборды вам хочется зайти, позвоните агенту, с которым вы хотите работать. И скажите, что вы собираетесь туда, вам это интересно. Иногда нам разрешают просто позвонить и сказать, все же люди кругом, особенно если долго в бизнесе, там, мои ребята хотят посмотреть. Можно, можно. И это значительно облегчает жизнь и вам, и нам. И в результате вы получаете совершенно бесплатно ассистента, который будет за вас думать, следить, отслеживать и вести вашу сделку от начала до конца. При этом деньги выплачиваются в любом случае, либо вы их просто экономите, оставляете застройщику. Есть такие, знаете, мифы. Вот мы пришли без агента, поэтому снизьте нам цену, значит, на жилье. Ребята, если они могут, они снизят вам и с агентом. Причем агент может правильно подвести к снижению цены. Если они не могут, они вам снизят, это будет неважно. Просто это деньги, которые уже заложены, и они никак не связаны со стоимостью дома. Это вам для того, чтобы вы понимали. Я об этом говорю очень много всем своим клиентам в самом начале, но всегда есть моменты, когда, ну мы же даже не собирались никогда там покупать двухэтажные дома. Но вот, но потом мы закрываем дом, значит, двухэтажный дом. Новое жилье, когда сейчас выходит на рынок, оно все формируется в отдельной базе данных. Какую-то информацию вы можете найти на Зилу. Если застройщик очень desperate, ему очень нужно продать, то информации на Зилу будет очень много. Зачастую такие более эксклюзивные, что ли, комьюнити, или те, которые, они знают, что они быстро продадут, они могут рекламу не делать вообще или делать ее очень мало. Потому что вот за последние два года так все разлеталось, что рекламы, в общем-то, практически не было. Ее нужно было рыскать, искать. Вот у агентов есть возможность в одной базе данных посмотреть эту информацию. И то не всегда мы видим все. То есть на какой-то стадии они эту информацию нам добавляют. Я вам сейчас буду делиться той информацией, которая есть у нас в базе данных. И это карта Феникса, ну и окрестностей. Здесь хорошо видно, опять-таки, это диагональность, о которой я вам говорила при развитии города. Все новые девеломфинты практически привязаны к тем центрам занятости, которые мы с вами видели до этого. Очень много сейчас застраивается. Это район северной Пиори, Сан-Сити-Уэст. Это очень такой West-West сайт. Но там уже построен 303-й хайвей. Там уже есть развязки, которые позволяют вам достаточно быстро добраться либо в сторону ISVMT, либо в 101. Если вы открыты к новым каким-то местам, которые вы не знаете, то вот я сейчас этот район активно рекламирую. Это район, где и цены намного ниже, чем, вот скажем, Чендлер, Гилберт, Куэнкрег. Здесь тоже идут большие девелопменты. Но цены здесь немножко выше, чем там. Пока. У нас такая тенденция в городе сложилась, что люди как-то массово сначала в одном районе покупают. Когда цены там доходят до пожарного лимита, все начинают, значит, от волны перекачивать в другой район. И вот именно West-Site почему-то оказывается вот в последних рядах. То есть оно туда докатится, но последний. Вот районы внутренние, они, скажем-таки, очень questionable. Это сильно зависит от того, где вы работаете, что вы хотите, и насколько вас устроит то, что там уже находится. В Южном Фениксе это большая, вот Южный Феникс, где написано Феникс, 60 стоит. Это 60 мест, которые сейчас продают дома. У нас очень большое идет строительство. Много производственных площадей, индустриальных. И демография очень определенная. Всегда я там вам предлагаю проезжать не днем, а вечером. Для того, чтобы понять, насколько это для вас работает. Вот район, где 90 стоит, это 90 объектов, очень большие девелопменты ведутся в районе арены, где у нас стадион наш, Глиндейл-арена. Там интересное место, там много движения, там хорошие цены. Но даже если вы смотрите просто на карту города и видите, что находится вокруг, это практически как такое маленькое казино. Там все, там и развлекаловка, и диспенсерис, и аквариумы, в общем, все, что хочешь. То есть такой вот очень сильно entertainment district, как Лас-Вегас. Поэтому если маленькие дети, школы, опять-таки, может быть, не всем это нужно. Но инвесторы, кстати, вот этот район уже облюбовали, потому что там может хорошо идти Airbnb. Ну, понятно, да? Люди приехали отдохнуть. Меньше всего строят это Северный Феникс, Северный Скоттсдейл. Не то, чтобы не строят совсем, но строят единичные. Поэтому когда меня спрашивают, Наташа, ну а что же у нас в Северном Фениксе-то? Ребята, очень мало. До такой степени мало, что я бы сказала, что здесь нужно больше смотреть на ваши финансовые возможности. То есть в районе миллиона здесь купить можно. Есть много девелопментов. Вот миллионы выше, до миллиона уже сложнее. А до 600 тысяч, я бы сказала, практически нет. Есть несколько вариантов. Это район называется, большой такой мастер-плант комьюнити называется Нартерра. И вот в Нартерре несколько застройщиков строят очень хорошие дома. Такие вот хорошего качества, расположения. Вот там еще можно до 600 тысяч что-то найти. Это будут, как правило, двухэтажные дома в размере там 1800-2000 Скорофит. Ну такие прям хорошие основательные дома, в которых можно жить с семьей. Но их тоже нужно находить, может быть ждать. Потому что все, что сейчас в ценовой категории до 600 тысяч и в некоторых районах выше, оно до сих пор пользуется повышенным спросом. Несмотря на то, что мы видим очень много price reductions. Очень много говорят о том, что дома там стоят долго. Да, но дома хорошие, в хорошем состоянии, отремонтированные за адекватные цены нормальные. Они даже сегодня получают multiple offers. То есть много предложений на покупку и, соответственно, продаются гораздо быстрее. Из районов, которые находятся здесь близко, есть район, называется Tallinn, почти как Tallinn, на 56-й стрит и Deer Valley. Очень симпатичное место, рядом с Desert Ridge буквально в минутах. Я думаю, что там будет очень хорошая такая комьюнити. Но там цены практически около миллиона. Ну, 900 миллион и выше. Ну вот где-то так. То есть если мы говорим про первое жилье, то, наверное, это будет напряг. Комплексов, которые строят townhomes или квартирные комплексы, сейчас очень мало. На этой стороне города нет. То есть они есть, в основном это Mesa, Chandler, Gilbert, вот здесь. Здесь еще строят townhouses, здесь есть еще большой комплекс Mariposa, который продает. Но все, что касается квартирных комплексов, смотрите несколько моментов. Если комплекс новый, совсем новый, обращайте внимание, что расположено вокруг него. Потому что очень часто такое жилье, оно считается таким бюджетным, его строят рядом с кладбищем, мусорками. Ну, то есть просто обращайте внимание, где находится. Очень часто они делают модели прекрасные и очень хорошие предложения. Не забывайте, что вот вы сегодня купили, все красиво, но года через два вам придется продавать. Ну, два, три, пять. Меняется район в зависимости от того, что вокруг. И очень часто даже новое жилье на перепродаже уже не такое привлекательное. Если вы покупаете ресейл, то есть там, где уже established, да, там, не знаю, там 10-20 лет району, и вы смотрите на что-нибудь в пределах там 200-300 тысяч, у меня сейчас такие есть несколько семей, где мы имеем небольшую проблему с финансированием. Эти комплексы были практически выкуплены, раскуплены инвесторами. Там больше 50% сдано в рент, квартир, mortgage-брокеры, лендеры будут рассматривать это как большой риск. И во многих случаях сделать хорошее финансирование стандартное будет нереально. В каких-то случаях можно будет сделать non-confirming loans. Если в комплексе много инвесторов, они очень чутко относятся к всем веяниям маркета. И уже не один раз такое было, когда инвесторы, глядя на цифры, анализируя маркет, практически одновременно принимают решение о продаже. И вы имеете полкомплекса, выставленных на продажу, они друг другу не помогают, они все тонут в этой лодке. И было много таких у нас комплексов в 2010 году, которые обрушивали value, обрушивали цены в своем же комплексе. Это сложные процессы, просто потому что лендеры, когда они дают деньги, они же понимают, они поэтому и просят адрес, они делают свой research, где это находится, хотим мы вам давать деньги под этот объект недвижимости, не хотим. Просто знайте, что если мы говорим о ресейл-маркете и ценах до 300 тысяч, первое, что, пожалуй, нужно выяснять, это процент инвесторов в комплексе. Просто чтобы не терять ни времени, ни усилия, ни деньги. Поэтому, к сожалению, такой сектор маркета, как до 300 тысяч, где можно было купить что-то недорого, он для нас становится очень сложным. Он практически весь ушел под инвесторов, которые покупают, но за кеш. Остается сектор в пределах 500-600, где, в общем-то, ну, 400, да, там, допустим, квартиры за 400 еще так сильно не продаются, как дома за 400. Вот, квартиры за 400, это еще плюс-минус вот то, что можно смотреть. И не важно, что вы покупаете, смотрите, что находится вокруг. Потому что такой принцип недвижимости, который американцы знают, они с этим выросли, живут, location, 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 никто никогда не отменял. И я смотрю, вот все перипетии на маркете, которые проходят, если вы купили в правильный location, все у вас будет хорошо. Район очень-очень определяет сохранность ваших денег. Сейчас это вот практически все города, которые у нас есть, Phoenix Metropolitan, 12, видите, 12 основных городов находятся все еще в seller's market. Что такое seller's market? Это когда все еще продавец маркетом рулит. Не покупатель, который читает медиа и говорит, ой, все же цены упали, и я сейчас пойду и куплю в два раза дешевле. Все еще нет. У нас сбалансированный маркет пока наблюдается только в сюрпрайзе Good Year. Это значит, что там присутствует и то, и то. Однозначно уже buyer's market в Коинкрике и очень такой уже hot market в Морикопе и Бакай. Это значит, что там, где stronger buyer's market, вот Морикопа и Бакай, это значит, что там вы можете получить самые хорошие условия, самую выгодную цену, но, пожалуй, это не самая лучшая location. Поэтому я бы вам советовала рассматривать те места, которые все-таки более стабильные, и в более стабильных искать самое хорошее. Ну, вы знаете, наверняка многие слышали, есть такое правило, покупайте самый дешевый дом в самой дорогой комьюнити, но старайтесь не покупать самый дорогой дом, окруженный самыми дешевыми домами. Это такие правила. Пока никто не выяснил, чем это вызвано, но Чендлер у нас просто горит в огне, потому что сейчас он перегрет. Несмотря ни на что, люди покупают Чендлере, возможно, связаны с тем же заводом, с инвесторами, с людьми, которые хотят вложить, и до сих пор люди имеют кэш и покупают за кэш. На сегодня 25% всех сделок это кэш транзакшн, полностью, без моргиджа. И эти люди будут сдавать в рент, потому что купить становится все сложнее, и люди будут рентовать, продолжать. Вот следующий слайд как раз для тех, кто ждет времени, правильного времени, потому что все же хотят купить, когда время правильное. Ну, мы все это хотим, честно, ну, это человеческая натура. Во-первых, у нас существует, естественно, как и везде, в течение года, самое лучшее время на покупку недвижимости. Сентября по декабрь, и весь ноябрь я всем трубила, пора покупать. И декабрь прошлого года был самый удачный, вообще просто самый удачный, вот со многих позиций. Но это же начинаешь видеть только тогда, когда пришел январь или февраль. То есть, когда ты находишься в этом декабре, ты это не понимаешь. Но у нас есть, когда ты долго работаешь, у нас есть чуйка какая-то. Мы же видим, мы же понимаем, мы чувствуем. Тем более, что билдеры уже начали предлагать свои пакеты. И цены ниже, и процент гарантированный. Кстати, уже мы ушли от нового строительства, и я должна вам сказать. Новое строительство сейчас очень перспективно. Если вы сможете квалифицироваться на 500-600 тысяч, я бы сказала, смотрите в этом направлении. Билдеры дают очень хороший процент на кредит. У них есть возможности, которых нет у обычных лендеров. Они брали construction loan свои под 2%. И у них есть возможность гарантировать вам 4,99, 4,75. У меня клиент закрылся пару недель назад 4,25. То есть это просто самое лучшее, что можно было придумать. Так, а это фактически наш маркет с 2001 года. Вот это вот 20 лет, как маркет у нас развивался. В 2004-2005 был очень похожий подъем, вот самый первый пик. Такой же, как мы проходили сейчас. Вот с 2019 мы начали подъем. Вот после этого пика у нас было падение. И это как раз вот этот момент, которого все очень боятся. И которого местные, многие, это знаете, это уже в крови, это в генах. Очень многие это не забудут. Потому что вот здесь падать было больно. И самое лучшее время покупать было как раз до того, как маркет стал идти вверх. А самое лучшее время продавать, естественно, когда он уже достиг дна. Причем, если вы заметите, у нас здесь была попытка Федерального резерва исправить ситуацию путем программ различных. Но мы начали выходить из этого пике и вошли в него снова. Этот процесс был очень-очень болезненный. Поэтому сейчас все так переживают. Так вот, если вы заметите, сколько времени прошло, вот те люди, которые, вот скажем, здесь не купили, ну не купили, да, цены идут вверх, мы подождем. Мы подождем, пока они упадут, мы подождем потом, пока они выровняются. Сколько прошло лет? Пять лет люди сидели и ждали. Следующие моменты для того, чтобы купить, даже, скажем, купить и продать были и в 2005, и в 2006, и в 2010 был прекрасный период, в 2015 был прекрасный период. И вот сейчас, как ни странно, говорят о том, что это очень хорошее время покупать, потому что маркет приходит в баланс. Мы сейчас выходим на сбалансированный маркет. Он не такой привлекательный с точки зрения процента, но мы свой первый дом покупали под 8,75, почти 9, и мы радовались, что это не 10. Поэтому и с процентами сейчас можно работать. Тогда нам никто не делал байдаунов никаких. Сейчас вам предлагают байдаун, и сейчас вы можете проценты понижать. Но этот момент сейчас, вот в истории, когда смотришь с перспективой, он расценивается как благополучный. Покупать или нет, это опять-таки решать вам. И у меня есть мои друзья, которые уже вырастили детей в ожидании, когда будет правильный момент для покупки дома. Куда мы идем? Мне очень нравится его выражение лица, потому что я думаю, что это внутреннее состояние каждого из нас. Маркет проходит разные стадии, и очень интересно, что когда смотришь там на 20 лет, то ты прямо видишь, как он идет. Вот мы сейчас находимся где-то в стадии скептицизма, что в принципе хорошо, потому что нам недалеко до оптимизма. Единственное, что вот эти все стадии, между ними может пройти как год-два, так и 10-20. Сколько пройдет, никто не знает. Но сейчас, в общем, очень все настроены позитивно. Вот этот вариант Despair мы проходили ноябрь-декабрь. Вот ноябрь-декабрь, было ощущение, что все, мы куда-то не туда попали. И кто рискнул, оказался прав, он купил прямо на самом низу. А кто подождал, то в принципе тоже будет все в порядке. Самое неудачное время было покупать в прошлом году февраль-март. Но это не самое страшное. Самое главное было купить это с правильными условиями. Две величины, о которых говорят все и всегда. Это спрос и предложение. Если вы смотрите ютубовских, значит, там, блогеров или следите за кем-то, вам всегда будут говорить про наличие листингов на маркете. Это та цифра, которую мы ему солим все время. Много домов на маркете, значит, new listings, какой кошмар, там, мало, как плохо. Опять-таки в перспективе. Когда в 2020 году, в 2021 мы пытались помочь людям купить недвижимость, в нашем распоряжении было 5000 домов на 5-миллионный город. Это было как капля в море. Эти дома нужно было вот под лупой искать и как-то их вырывать из 50 других желающих. Ни одна система статистическая не может назвать это адекватно. Это была неадекватность. 5000 домов на маркете, это неадекватность. В 2010-2011 году, когда маркет был внизу и было очень много домов на продаже, вот в то время было выставлено 56 тысяч. Вот теперь представьте между 5000 и 56. Вот чтобы наши цены упали вот так, как они упали тогда, должно быть 56 тысяч домов минимум. С того времени, кстати, еще и город вырос, население выросло. Мы сейчас находимся на отметке 15. Да, у нас стало больше домов на продажу, в три раза больше. Звучит прямо как приговор. Ну, 15 тысяч, это не катастрофа вообще ни разу. Это даже ниже нормального уровня в 25-26. Дальше, значит, в Аризоне именно статисты, они выводят маркет-индекс, рассматривают корреляцию между спросом и предложением. Предлагается на маркет, например, 15 тысяч домов, а сколько из них покупается? Если же они все 15 тысяч покупаются, так это вообще ни разу не проблема. А если 15 тысяч на продажу покупается, 15 и еще очередь из 10 стоит, так это вообще катастрофа. Если на маркет выходит, допустим, постоянное количество новых листингов, но при этом 50% входит под контракт, это абсолютно здоровый маркет. Если выходит много, а не покупается, понятно, что это накапливается, да, дальше накапливаются листинги. Я вам сейчас хочу показать в сравнении по цифрам. Это ровненько год назад, февраль 22 года, в маркет-индекс идеале должен быть 100, то есть покупатели, продавцы, supply, demand, спрос, предложение, в идеале 100. В прошлом году, год назад у нас было 474, это просто тот кадр, который у меня сохранился. Я помню, кадр один, который я просто не нашла, было за 500, я просто не нашла, но это 400 достаточно для того, чтобы увидеть тенденцию. Было очень мало, катастрофически мало домов, а спрос был выше обычного на 20. То есть не 100% был спрос, а 120. И вот от такого stretch образовался вот этот подъем здесь. А теперь посмотрите на то, что было вот ровно год спустя. С 400 мы упали на 127, то есть мы уже стали выглядеть достаточно здоровыми. При этом количество листингов увеличилось, но если вы видите, мы увеличились всего с 20 на 60. Мы все равно 20% ниже той цифры, которая для нас нормальная, здоровая. И спрос уменьшился также на 20%. То есть мы в принципе находимся в нормальном сбалансированном состоянии. У нас меньше домов, но меньше покупателей. Это февральская цифра, и уже вышел релиз по марту. В марте мы наблюдаем примерно такое же количество новых домов на продажу, но немножко больше спроса. Немножко больше. Там было 80, а сейчас где-то 90. Если спрос дойдет до нормальной величины в 100, у нас цены пойдут вверх. При условии, что домов будет продаваться столько же, сколько сейчас продается. А сейчас маленькое отклонение, которое тоже наверняка вы слышите. Все ваши друзья, которые живут в домах, за последние 2-3-5 лет перефинансировали свои моргиджи. Спросите, какой у них процент на кредит. И планируют ли они взять себе новый моргидж под 7? Нет. Все сейчас занимаются ремонтами, обновлениями, добавлениями. У нас проблема с домами на продажу, потому что никто не хочет продавать. Все сидят на своих 2-3% и будут сидеть. Если только это не релокейшн, связанная с работой, если только не какие-то серьезные семейные обстоятельства, мы не прогнозируем, что во всех этих обстоятельствах появится какое-то огромное количество домов. Единственное, я всегда делаю такую пометочку, маркет недвижимости сильно привязан к экономике. И если будет экономический фактор, и люди начнут терять работу, тогда да. Поэтому сейчас больше всего нас интересует что? Работа. Вот если у всех будет работа, будет зарплата, все будет хорошо. Если люди начнут терять работу, сможем мы это выдержать или нет, это будет трудно предсказать. Пока доходы населения стабильны, и пока они даже растут. Это очень хорошо иллюстрирует бабл, который у нас был, и то, куда у нас маркет движется сейчас. То есть вот мы прошли с 2018 года повышение цен. Вот у нас такой вот был большой-большой. И все говорили, что вот это бабл, что вот он должен разразиться большим скандалом. Но этого не произошло. То есть маркет из одного селларс-маркета перешел в другой селларс-маркет. Это нормальное явление. Я еще думаю просто, что это еще очень сильный фактор, здесь инфляция сказывается. Но если посмотреть опять вот в перспективе, с 2001 года у нас только единственный раз был маркет, на котором покупатели имели силу. Они приходили и говорили, хочу ваш дом на 100 тысяч меньше, и выкручивали продавцу руки. Это было один раз. Сейчас, начиная там с 2009-10, все равно он такой плюс-минус устойчивый. Вот это наглядно показывает количество контрактов заключенных. И как мы потихонечку в январе начали набирать дома, которые уходят под контракт, и эта цифра у нас становится выше-выше, и тенденция ее как раз-таки на стабильность. Я сама, ребят, когда смотрю на эти цифры, я все время думаю, господи, ну вот пусть оно вот так уже стабильненько идет, это будет всем хорошо. Дай бог, чтобы с работами было хорошо. А так, если смотреть на цифры, то у нас absorption, то есть под контракт уходит домов больше 50%, 62% всех домов, выставленных на продажу, ушли под контракт. Это значит, они будут проданы, закрыты, и дальше будет идти процесс. Это опять-таки очень зрительно хорошо показывает маркет, который был в декабре. И в декабре мы находились в стадии заморозок. Ничего не продавалось. Никто не покупал, ничего не продавалось. Весь маркет был голубой. В январе он стал, стало теплее. Народ пошел потихоньку двигаться. А уже в феврале маркет стал во многих районах перегреваться. Поэтому у нас вот такие цифры, очень впечатляющие. И количество листингов, которое у нас было в октябре прошлого года, сейчас рассматривается как пик маркета. А сегодня мы уже выходим на такую более спокойную величину. Вы все знаете, да, что такое форклоу же? Процесс, когда человек не может платить, банк приходит, забирает дом. Если очень много таких неплательщиков, дома эти продаются очень дешево. И очень многие люди заинтересованы в том, чтобы эти дома покупать вот в таком, вот в этом моменте. Это совершенно замечательная opportunity, которая на сегодняшний день практически не существует. В январе было подано notices, то есть просто вот как бы, ну скажем так, зарекордировано, зарегистрировано всего 409 случаев, когда люди сказали, не можем платить. 409 всего случаев. Из них реально банк забрал всего 34 дома. Рентал мы, наверное, сильно касаться не будем, так как я думаю, что все сейчас, да, плюс-минус рентуют. И все могут мне сами рассказать, что у вас происходит с рентом. Зилл дает очень хорошую возможность посмотреть на перспективу наращивания equity, если вы владеете домом, скажем, 5 лет. Вот просто вы купили дом за 400 тысяч, да, то есть сейчас эти цифры все будут больше, но основная идея этого слайда в том, что инфляция, продолжающаяся инфляция, она съедает фактически то, насколько ваш дом вырос, да, вот прирост этот. И несмотря на это, вы все равно остаетесь в плюсе, если вы купили его и держите лет 5. Это немножко сложное вычисление, но в принципе, кто любит математику и кто любит статистику и цифры, это можно посмотреть и все понять. Мне очень нравится вот это высказание. There is no looking back, let's move forward together. Это как раз тот момент, на котором я хотела передать слово Элеоноре, потому что покупка недвижимости всегда упирается в финансирование. Мы с девочками договорились по разным программам, Элеонора расскажет, почему покупка выгоднее, чем рент. Так, я вам покажу цифры на два разных дома. Один, который стоит сейчас в маркете за 424 900 или опять же арендовать. Если вы посмотрите сейчас на самом верху, оно показывается, что monthly principal and interest, то есть основная сумма и процент будет 2480 долларов. А аренда приблизительно сейчас на данный момент в этом маркете стоит за такой дом где-то 2613. Так как ежегодно аренд поднимают на 2-3%, в течение 9 лет аренда будет стоить 4165. Налоги и страховку вы будете платить всегда за дом, который вы будете покупать, правильно? И оно в среднем сейчас где-то за месяц 487. Так как вы арендуете, вы не будете платить налоги за землю, но у вас будет только страховка. И страховка очень маленькая, когда арендуете. Monthly expenses – это ваши ежемесячные расходы, где-то 3144 доллара. Когда арендуете первый год – 2652, и в течение 9 лет, опять же, аренда повышается и будет где-то 4227. Процент, который я сейчас считаю здесь, это на данный момент, как average – 675. Годичный рент обычно повышается где-то на 6%. И если вы в течение 9 лет, вы решите продать дом, ваш будет стоить где-то 557, который вы покупали за 424. Если вы собираетесь купить дом и там жить только один год, вам не стоит покупать дом, потому что вы проиграете, будете в негатив 34 тысяч. Второй год – тоже не стоит вам продавать дом, если вы собираетесь там только жить 2 года, 19 тысяч, негатив. Не стоит покупать дом, только если там собираетесь жить 3 года. Если уже четвертый год – у вас 20 тысяч, по-моему, если в этом доме вы будете жить 9 лет, у вас будет прибыль, чистая прибыль вашего дома – 162 тысяч. Но если вы будете это ориентовать, у вас никаких денег не будет, которые вы уже сохранили. Когда вы ориентуете то, что вы сами, да, владельцами дома, вы платите как бы со своего одного чекинга на другой чекинг, который savings. А когда вы ориентуете, вы платите чей-то mortgage. А вторая – это просто дом для экземпла, опять же, где-то на 644 тысячи. В течение 9 лет у вас прибыль будет 273 тысячи. Это все average based on the history. 270 тысяч или даже 162 тысячи или ничего. Опять же, один из первых вопросов, который я всегда сдаю клиентам. Как долго вы собираетесь прожить в доме, чтобы подобрать правильную программу? Потому что не всегда самый низкий процент, не всегда самая низкая процентная ставка – это то, чем нужно оперировать, потому что может быть низкая процентная ставка, но неправильно подобранная программа, которая по концовке может обойтись вам, как клиентам, намного дороже. Что есть buy down? Давайте вернемся к началу. Что есть buy down? С технической точки зрения, в общепринятом понимании, это когда вы платите поинты за покупку процента ниже. То есть фактически вы buy down, покупаете ниже саму процентную ставку. Это опять же техническое определение buy down. Имеет оно место быть? Да, имеет. Да, для некоторых клиентов имеет смысл просто купить ниже процентную ставку, чтобы в последующем не перефинансировать дом. Но поскольку, опять же, с технической точки зрения, с экспертной точки зрения, мы все ожидаем понижения процентной ставки где-то с середины до конца этого года, где-то, опять же, у меня нет хрустального шарика, fairy dust у меня тоже закончилась, но, опять же, эксперты ожидают, что у нас процентные ставки должны понизиться до предела 5-5,5%. Если мы знаем, что грядет понижение ставок, покупать перманентно процент и платить за это поинты вперед, то есть выбрасывать деньги на ветер, не совсем имеет смысл. Для тех, кто не верит в то, что будет понижение процента, эта опция все равно существует, и всегда можно купить процент ниже, заплатить за это или из своего кармана, или попросить, опять же, это функция вашего агента, в том числе Наташи, договориться, доторговаться с продавцом, чтобы продавец заплатил за понижение процента, то есть за перманентный buy down. Значит, вот то, что я раздала, эти вот зелененькие бумажки, это временный, так называемый temporary buy down subsidy. Идет покупка не столько процентной ставки продавцом, сколько субсидия более низких платежей либо на год, либо на два, либо на три. Значит, первое то, что было роздано, это 1-0 buy down, по-моему, значит, это понижение процентной ставки на один год. То есть, допустим, на сегодняшний момент процентная ставка 6,5 на 30 лет фиксированный, вы все равно должны квалифицироваться, то есть вы все равно получаете займ под 6,5%. Это не плавающий рейд, это фиксированный рейд на 30 лет. Но первый год за счет продавца вы будете платить, грубо говоря, по-моему, на 300 долларов меньше, а продавец субсидирует эту разницу в 300 долларов, умноженную на 12 месяцев. То есть вы получаете степ-ап, грубо говоря, чтобы легче было войти в струю домовладения при нынешних высоких процентных ставках. Вот и все. То есть это как бы самое простое объяснение. То же самое на 2-1 buy down. Понижение процентной ставки, опять же, 1-0, 2-1, в переводе на гражданский язык, сморгич языка. Если сегодняшняя процентная ставка 6,5%, то при 1-0 в первый год вы получаете платежи из расчета нынешняя процентная ставка минус 1%, 2-1 buy down, нынешняя процентная ставка минус 2% в первый год, минус 1% во второй год. С третьего года, начиная, будет, соответственно, уже расчет по платежам на полную катушку. То есть, ну и здесь, опять же, видно, что субсидия, естественно, увеличивается, потому как разница в платеже увеличивается ежемесячно. Была ли эта опция раньше? Была. 20 лет назад была. Мы и пользовались. Но, к сожалению, когда процентные ставки упали в нули, ну, 2,5-3% там и так далее, ну, просто не было смысла вот этим заниматься. Тем более, что когда был рынок горячий ух, ни один продавец не платил ни за что за покупателей. А на сегодняшний день можно потенциально выторговать, опять же, поскольку инвентурия повысилась, процентные ставки выше. Те, кто может квалифиать на лоуны, стало, соответственно, намного меньше. Поэтому, в принципе, можно все еще потенциально что-то выторговать у продавцов. Как вы уже поняли, информации при покупке недвижимости огромное количество. Помочь разобраться и конкретно в вашем случае принять правильное решение вы можете, обратившись в любое время. Спасибо, что посмотрели, задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь. Продолжение следует...